Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах. Мы стремительно движемся вперед и не забываем о важном. Саша, вот ты, например, успел заявить о льготах по налогам на имущество? Я хочу это сделать. Я знаю, что до апреля есть время. Но если это не так, мы сейчас все узнаем из первых уст. У нас в гостях начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин. Павел, доброе утро. Доброе утро. До апреля же мы можем подать налоговые вычеты, что-то там еще. Я бы хотел сразу немножко скорректировать разговоры, сказать, что в большинстве случаев ни о чем заявлять не надо. Мы поговорим о льготах в том контексте, что, собственно, льготы есть, а дадим вам их просто так, без всяких заявлений. Вот это интересно. Вот это уже приятный разговор начинается. Давайте тогда для начала разберемся, на какое имущество вообще можно получить в налоговой вычете. Да, давайте мы говорим о трех налогах. Сейчас транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, физиологию. Соответственно, объекты это земля, транспорт, недвижимость. И по ним плательщики могут получить льготы. Так. Мы внимательно вас слушаем. Как много людей вообще, вот любой человек может получить эти льготы? Или какая-то категория? Ну, определенные, конечно, определенные категории лиц пользуются льготами. Есть льготы, независящие от категории лица, основанные только на характеристиках объекта. Например, льгота по транспортному налогу. За легковой автомобиль достал лошадиных сил, кем бы вы ни были, вы ее получаете. Соответственно, обращаться тоже никуда не нужно. Так, на имущество. Какая категория граждан может получить льготу? И что это за льгота? По налогу на имущество у нас основные льготы – это федеральные льготы. Основные категории граждан – это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды. Есть вычет для родителей трех и более многодетных родителей. И всем этим гражданам мы даем льготу беззаявительную. То есть для нам приходят сведения из социального фонда, из Министерства социальной политики региона. Мы их используем и считаем налоги сразу с льготой. Поэтому посыл такой для большинства платежщиков. Если даже у вас есть льгота, заявлять о ней не следует. Мы ее дадим сами. Я вот и удивился, что в ноябре мне не пришел никакой налог. А ведь я посчитал, что я ведь уже предпенсионер. То есть у меня льгота, она самообразовалась. Так система работает сейчас. Классно! Классно работает, Павел! Я радуюсь этому. Можно оговориться, что все же не стопроцентный охват. Есть какая-то доля платежщиков, к которым все-таки нужно приходить. Это прежде всего индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, в которых используется имущество в этой деятельности. Вот по ним нужно заявлять льготу. И по военнослужащим тоже. Это льготная категория. Но информации о них у нас нет. Поэтому вот эти категории, если вы имеете право на льготу, вам нужно подать заявление. Еще раз, какие категории должны быть? Основные категории льготные, которым нужно подать заявление, это предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, военнослужащие. Все, понятно. Запомнили. А что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, им нужно что-то делать? Ну вот индивидуальные предприниматели, они входили в ту группу, про которую я только что говорил, которые применяют спецрежимы. Юридические лица, ну, эта категория отдельная немножко, им тоже нужно в том же контексте, мы представляем льготы кому-то беззаявительную, по кому мы не знаем о льготах, тем нужно представлять заявление, но это как бы такой достаточно большой разговор. А какие документы нужны вот этим категориям граждан для оформления льгот? Какие документы? Есть стандартное заявление о представлении льготы. К нему можно приложить документы, подтверждающие право на льготу, можно не прикладывать документы, можно указать об органе, который выдал этот документ, чтобы сами у него запросили, собственно, информацию о льготе. Ну и индивидуальные предприниматели представляют документы, подтверждающие, что они используют имущество в своей деятельности. Понятно. А вот куда стоит обращаться, чтобы написать заявление? И вот налоговых служб, они же по районам, мне так кажется, или нет, если я не прав? Ну, вы правы, налоговые службы, они в городе по районам, есть межрайонные налоговые службы в различных городах, есть у них представленные подразделения в каждом городе. Но я все же хотел сакцентировать внимание на сервисе личный кабинет налогоплательщика. Я перед эфиром смотрел на гущую строку, там, как бы, видел информацию, что нужно подключаться. Действительно, очень удобный сервис. Кроме того, что там можно заплатить налоги, подать декларацию, там можно подать заявление на льготу. И если, например, вы не поверили моим словам, что мы вам дадим льготу, там можно проверить, собственно, проверить, что у вас есть заявление на льготу. Подключиться к сервису сейчас максимально просто. Можно просто с учетной записи госуслуг в него зайти, и все. А-а-а. То есть, пожалуйста, пользуйтесь, проверяйте информацию о льготах, заявляйте о своих льготах с помощью интернет-сервиса в соличный кабинет налогоптельщика. То есть даже ходить в налоговую не нужно? Никуда ходить не нужно. При желании приходите, пожалуйста. Прекрасно. Чаю попить. Спасибо вам большое. Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Баняшин был у нас в гостях. Мы вам желаем хорошего дня. Спасибо, что этим утром разделили компанию с нами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.